Ну и последний из наших таинственных, сильных, загадочных и таких далёких и высоких баргах — это Велес, культ которого силён в наших краях, в наших северных краях. У нас до сих пор существуют роды, которые поклоняются Велесу, у нас ритуалы связаны с медвежьими лапами. То есть это вот такой, что уж там говорить о Велесе, все мы прекрасно знаем. И почему-то я, видимо, пролистала слайды «Чернобог». «Чернобог» — это брат-близнец Белобога, это, собственно говоря, тот, который охраняет наш мир от влияния хаоса и тот, который сторонник «остановись и подумай». Вот это «Чернобог». Я сейчас посмотрю, где у меня презентация. Вот «Чернобог». Почему я его пролистнула? Поставлен защитником яви от хаоса и поэтому сильнейшим образом противиться движению. Потому что хаос — это воплощение беспорядочного движения. И в противовес хаосу, он как бы такой, что называется, гарант стабильности и неподвижности. Он разрушает то, что лишнее, и предлагает нам мудрость, размышления о вечном. Вернусь к Велесу. Верес для нас очень важен именно тем, что Верес учит нас тому, что у человека есть воля, способная изменять явный мир. Очень много о, скажем так, первых богах, те, которые врезок, имеют значение от 1 до 11. В нашей книге «Что знают люди» объясняется именно значение этих богов. Но сейчас, завершая наш разговор о богах, я хочу сказать, что Верес, любимый и почитаемый бог мудрости и магии, он учит нас тому, что у нас есть воля. И мы можем изменить свою жизнь, мы можем изменить обстоятельства вокруг нас, но если мы будем действовать правильно. Вот.